Решила сегодня рассказать вам немного о нас, о нашей семейке. Отвечу на задающий многими людьми вопрос, почему мы назвали сына Роберт, и расскажу, как я познакомилась с моим мужем. Я москвичка, и родилась в Москве. Муж у меня не москвич, не россиянец, он из слабой страны под названием Молдова. Многие, когда узнают, что у меня муж молдаванин, к сожалению, кивают, но вроде как русского не нашла, ну что поделать. Вот, но все не так плохо. И на самом деле, несмотря на все предрассудки, познакомилась с мужем я не в Москве, и он не строитель. Более того, расскажу, у меня как-то был молдаванин строитель, выгнала его слинками, при этом он еще умудрился украсть у нас дрель. Я со своим мужем познакомилась в Молдове. Это я туда поехала. А поехала я туда, можно сказать, на заработки. Да. Вот такая я сумасшедшая. Решили там открывать с подружкой свое дело. Ну, в общем, в итоге вернулась я в Москву с мужем из Молдовы. Уже мы живем в Москве два года. Два года по упрощенной схеме мы оформляем документы на гражданство. И еще в конце экрана не видно. Наши практически там каждые два месяца мы связываемся с миграционной службой. То есть то какие-то нужно там регистрация, то нужно подать документы, то забрать документы, то узнать готовы ли документы. И так вот два года просто постоянно. Постоянно переезжают эти миграционные службы. То мы подавали документы в нашем районе, то в центре города. Сейчас вообще феерично перенесли все эти службы в деревню Сахарова. В деревню Сахарова это где-то 100 километров от МКАДа. Да, это Новая Москва. Это Москва. Но извините, ехать туда час на автобусе от метро Анина. Там реально лес, вокруг какие-то дачные домики и такое гетто, огороженное забором, каменным с колючей проволокой. Такая охрана с русскими паспортами на территорию этого заведения не пускают. Туда вот на сутки можно забуриться, постоянно в очередях стоять. И узнать, например, готовность документов по телефону бывает нереально. Просто туда невозможно дозвониться. То есть нужно три часа туда ехать. Это от нашего дома, это три с половиной часа. Да, это Москва еще. И чтобы узнать, готовы ли документы или не готовы. В прошлом году муж вообще ночевал под дверями миграционного центра для того, чтобы попасть на следующее утро на подачу документов и очередь. Честно говоря, я вот в этой стране, в связи в том числе с этим, чувствую себя, ну не то что ущербным, но мягко говоря, такое ощущение, что меня с мужем ноги вытирают, все эти бюрократы. Вот в том числе из-за этого у нас появилось желание уехать отсюда. Мы серьезно об этом думаем, потому что у меня у мужа гражданство не только Молдовы. Вот, поэтому мы думаем отсюда уехать. Ну, в том числе еще, потому что жизнь в России дорого. Вот кто бы там что ни говорил, но жизнь в России очень дорогая. По сравнению с некоторыми другими странами есть, конечно, еще дороже страны. Но то качество жизни, особенно в Москве, да, еще когда мы с мужем вдвоем работали, получалось все более-менее терпимо. Что-то получалось откладывать. А сейчас, когда я в декрете, то откладывать ничего не получается. Мы арендуем квартиру, аренда в Москве дико дорогая. В общем, думали мы думали и решили, что все-таки мы отсюда уедем. Скорее всего, мы эмигрируем в Европу. И в связи с этим перехожу к теме, почему же Роберт. Половину беременности называли ребенка Димочкой. Но я как-то подумала, что если в России имя Дима Дмитрий звучит лаконично, то для Европы, для Америки Дмитрий очень трудно произносится. Как-то я не захотела, чтобы имя моего ребенка коверкали. И остановились на Роберте. Так как у мужа не очень русская фамилия Пикер, то Роберт Пикер звучит очень даже красиво. Немножко про нас я рассказала. Наши планы на год уехать из этой страны и жить нормально. В Москве мы тратим очень много денег и при этом получаем хреновую погоду, ужасную экологию, ужасные качества продуктов. Есть плюсы. То, что доступно в огромных количествах развлечений. Но я думаю, что я готова этим пожертвовать. Потому что, вот честно, в Москве сейчас такая разруха. Вот это с всей стройкой, реновацией. Постоянно этот проект «Моя улица». У нас тут все бордюры перекурочены. Я с коляской прыгаю. Еще вот я с ужасом думаю о том, что сейчас в Москве до следующего года начнется снос вот этих пятиэтажек. Например, наш дом, в котором мы сейчас арендуем, он окружен пятиэтажками. У меня из окна видно пятиэтажку, которая планируется к сносу. Я как представлю, ее будут сначала рушить, потом на ее месте что-нибудь еще будут строить. И мне во всем этом жить. Зачем мне это надо? Я лучше уеду. Работу муж может найти легко не только в Москве, потому что он, да, я не сказала кто он, он не строитель, не ремонтник, а сейчас он программист. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте. Я с удовольствием отвечу. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Пока!